Энергия бьет через край, а рука по мячу. Игроки футбольного клуба «Чита» вышли на поле после двухмесячного отпуска. Первый восстановительный сбор прошел уже под эгидой нового тренера Константина Дзуцева, который сразу по приезду попросил купить ему лазерную указку, чтобы управлять спортсменами было удобнее. После соревнования прямо в раздевалку зашел редкий гость – губернатор края. Глава региона подчеркнул, что сейчас для местного футбола не самые простые времена. Он отметил, что ради результата необходимо напряженно работать, а после визита признал себя футбольным фанатом. Я, конечно же, болею сейчас за футбольный клуб «Чита». За кого же мне еще болеть? Но в силу того, что моя долгая часть жизни была связана с Санкт-Петербургом, то «Зенит». Сами футболисты такому вниманию и рады, и удивлены. За последние три месяца столько изменений, сколько не было за последние пять лет, признаются они. Если раньше за Байкалью узнавали далеко за пределами региона, стоило лишь упомянуть слово «локомотив», то теперь на стадионе собирается человек 500 болельщиков вместо прежних 5000. Последние, наверное, лет 5-6 было очень много негатива, связанное не только с читинским футболом, но с российским. И сейчас, наверное, все-таки идет это от президента, от власти, что нужно поднимать футбол. 8 февраля уже заключили контракт с игроками из других регионов. Одного купили у ФК «Байкал», двух других – у ФК «Новокузнецк». Теперь команда надеется, что из аутсайдеров зоны «Восток» она вырвется в футбольную национальную лигу. Наталья Оршинская, Константин Васильев, ЗАПТ-ТВ.